Филармония Если говорить обо мне лично, то с филармонией связано много всяких замечательных событий. У меня, мы с женой когда на этапе, так сказать, знакомства, ходили сюда, поскольку жена училась в музыкальном училище, ну куда поведешь? В общем, филармонию. Мы ходили на все концерты. Это было очень давно, начиная с 65-го года. И вот с тех пор, уже теперь 45 лет, я постоянно хожу в филармонию на все концерты. Бывали в истории Самарской государственные филармонии и сложные времена. 13 лет творческий коллектив работал, не имея собственного здания, ни сцены, ни репетиционных помещений. И в это время, непростое время, когда мы работали в клубе Держинского, в Доме офицеров, я имею в виду, сохранился коллектив как симфонический оркестр. Это тоже очень было непростое дело, потому что репетиционная база, отмены концертов. Я помню, как военный совет в Доме офицеров. Все, снимаем все концерты, все изменяется. Но, тем не менее, жизнь продолжалась, культурная жизнь продолжалась, филармония работала. И вот каждый день, каждый год, конечно, все больше и больше публики приходила в филармонию, аудитория расширялась. А аудитория филармоническая, она очень разнообразная. От младших школьников, да даже детских садов, до людей уже взрослого и пожилого возраста. Для нас вот сегодня очень важная аудитория студенческая, и мы много для этого делаем. И рады тому, что мы завоевали эту аудиторию. Они приходят, у нас два студенческих абонемента, не пользуются интересом. Это вообще фундамент работы филармонии, абонементные концерты. У нас их на сегодняшний момент 30, когда-то было 10, 15. Но поскольку это востребовано, конечно, безусловно, это все приобретает уже другие масштабы. И самое очень интересное, что они очень разнообразны. Разнообразны по жанру. Абонементная система, она вообще рассчитана на конкретную целевую аудиторию. И у нас тоже так выстроена. Она рассчитана на симфонические концерты. У нас их 4. Столько, я имею в виду, взрослых симфонических. У нас для детской аудитории. Причем хочу особо отметить, что когда-то, когда я начинала работать, приходили на симфонические концерты, организованы школами. А сегодня, и это вообще такая установка для нас, приходят дети с родителями. И это очень важно, чтобы дети приходили с родителями. Я, знаете, иногда родителям не менее интересно, чем дети. Поэтому это у нас тоже достаточно много абонементов для детской аудитории. Знаете, это своего рода воспитание слушателей, который когда-то придет на симфонический вечерний концерт. Слушателю своего надо готовить. И этим очень целенаправленно занимается наша музыкальная и литературная лектория. Отдел литературно-музыкальных программ «Олимп» проводит в городах и районах Самарской области более 800 концертов в год. Работа творческих коллективов и солистов невозможна без преданного служения искусству всего коллектива филармонии – администраторов, менеджеров, технического персонала. Каждый здесь вносит свою лепту в создание творческой атмосферы филармонических концертов. «Выступая на самых различных площадках по всей области, по всем городам и весям, порой на не очень приспособленных площадках, и люди прежде всего делают это не для того, чтобы им просто заплатили деньги, а потому что они понимают, что они являются некими такими хранителями тех традиций, которые нужно передать следующему поколению. И вот это ощущение, громко, наверное, сказать, миссии своей, оно не оставляет никого из тех, кто задерживается на этой работе». Концерты артистов Самарской филармонии проходят не только в большом и камерном залах филармонии, но и на десятках концертных площадок, городов и сел Самарской области. «Везде встречают очень хорошо, очень тепло. У меня есть даже любимый город, мой похвестный в нашей Самарской губернии, где я уже много лет с удовольствием играю, там замечательная публика, и замечательные люди, и Людмила Георгиевна Иванова, которые все это дело в своей музыкальной школе проводят. В общем, как-то и теплые отношения с руководством, то есть мы там вот в Отрадном неплохо, в Сызрани, в Тольятти, но в общем во всех наших крупных городах как-то встречают очень хорошо. Я с удовольствием играю в нашей области». Особая атмосфера царит на ставших традиционными концертах в мраморном зале Самарского областного художественного музея. Огромным успехом пользуется абонементная система выездных концертов в школах и детских садах, в училищах и вузах Самары и области. «Филармония делает 1594 концерта в год сегодня. Из них, что вот всегда меня радует, 1400 с лишним концертом мы делаем собственными силами. И всегда филармония все-таки опиралась на свой творческий коллектив». Тот, кто интересуется содержанием деятельности филармонии, с большой радостью вспомнит концерты, циклы, невиданные до него по масштабу. Все симфонии Брукнера, Малера, ну все симфонии Чайковского – это естественное. Но тем не менее, в таком качестве, как это было сыграно, мы услышали какие-то уникальные вещи, которые вообще в советское время не звучали. Вот возьмем, например, Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Это вообще было неисполняемое произведение. Славные страницы истории Самарской филармонии, конкурсы имени Кабалевского и Ленинский фестиваль, в котором были собраны все лучшие мастера и коллективы. С 40-х годов XX века в филармонии существует традиция проведения симфонических концертов для детей. Это мое музыкальное детство начиналось здесь, в стенах того дома, который стоял на месте этого великолепного здания. Это была Куйбышевская филармония. И первые самые сильные впечатления от музыки были связаны, конечно, с симфоническим оркестром, с замечательным мастером, дирижером Соломоновым Семеновичем Фельдманом и его талантливым молодым помощником Юрием Викторовичем Ольсовым. Он, кстати, тогда и руководил программами для детей. И замечательный музыковед Ева Марковна Цветова. Вот эти впечатления, наверное, были такими сильными, что через много лет я перенял эту эстафету и с 1990 года сам руковожу этими концертами для детей и юношества. В рамках студенческого абонемента мы вплотную подошли к тому, чтобы создать, как говорил Вагнер, гизамт-кунстверк – всеобщее произведение искусств, в котором соединяются все виды искусств. Живопись, сценография, костюмы, отчасти скульптура. Ну и первые программы так и назывались – музыка и живопись. Музыка, хореография и скульптура. Музыка и архитектура. Я помню замечательную программу на рубеже столетий, которая называлась «Ассамблея искусств», в которой были такие программы, как «Искусство в прекрасном и яростном мире», «Итоги XX века», «История Христа, рассказанная музами», «Под крышами Парижа» и «Русская идея в мировом искусстве». Волшебный мир музыки раскрывается для самых маленьких зрителей через сказку, через доверительную беседу музыковеда, через проникновенное исполнение мелодии. Я думаю, что эта аудитория – одна из самых важных и самая главная работа нашей филармонии. Это наше будущее. Это то, чем будет жить наша страна, чем будем жить мы. И эта аудитория всегда требует к себе особенного подхода, особенно в аудитории младшей. И вот в зависимости от того, какие у нас концерты, какие у нас дети, мы и стараемся подбирать программу. Прежде всего, музыка должна быть детям понятна. И музыка должна детей захватить, она должна детей заинтересовать, иначе просто они не придут на концерт. А чтобы им было интересно, то к каждой аудитории мы ищем свой подход. С младшей аудиторией нужно обязательно играть. Они очень любят сказки. Потом они очень любят сами участвовать в концерте. Поэтому мы обязательно, или один раз в сезон, или несколько раз в сезон, мы обязательно вызываем детей на сцену. Дети у нас дирижируют оркестром, они у нас играют на разных инструментах, они у нас поют, они у нас танцуют, или они отвечают на всевозможные вопросы, и они рады и счастливы, всегда готовы пойти на такой контакт. Отдел литературно-музыкальных программ «Олимп» проводит вечера поэзии и литературного театра. Здесь музыка, вокал, театр и видео вплетаются в мелодику высокой поэзии и прозы. Я очень рад, что ваша замечательная филармония одна из лучших филармоний России. И мы оцениваем музыканты филармонию не потому, как она оборудована, и какие там микрофоны, и какую машину пускают концерту, а потому, какую филармонию воспитала публику. Я желаю, чтобы в этом зале никогда не было свободных мест. Я желаю, чтобы на этой сцене всегда были лучшие музыканты. Я желаю всем вам долгих лет великолепного здоровья. И самое главное, я желаю нам всем с вами настоящей человеческой души. Я вас поздравляю, вам 70, вы перестали быть детьми. Стали традиционными аншлаги на концертах ансамбля русских народных инструментов и на спектаклях театра сказки «Веселые путешествия». Уникальный форте-квартет Самарской государственной филармонии известен и в России, и за рубежом. Дорогие друзья, вся наша деятельность была бы невозможной без преданного служения искусству всего нашего коллектива. Это дирижеры, режиссеры, артисты, производственно-технический персонал, администраторы. И все они нацелены на создание незабываемой праздничной атмосферы филармонических концертов. Путь в мир музыки открыт для каждого, а филармония – начало этого пути. Дорогие друзья, приходите к нам на концерты. Мы ждем вас всегда. Дорогие друзья, Дорогие друзья,